Константин, скажите, вот вам не кажется, что современные коммуникационные агентства пренебрегают традиционными методами построения системы продаж? Да, используют интернет-технологии, СММ и другие современные каналы, но вот в холодную почему-то не продают. Как им быть? Я думаю, что у них схожие проблемы с многими производственными компаниями. И в том и в другом случае они пытаются использовать другие методы привлечения клиентов, то, что элементарные тупо боятся вложить деньги, набрать кадры, свяжать эти кадры. И привыкли продавать сами, а если нужно продавать больше, давайте разместим деньги на SEO и Яндекс.Директ. Но это всегда будет лишь самостоятельно организованное рабочее место, и скорее всего, с небольшими оборотами. Лидирующий бизнес, захватывающий серьезный рынок, таким образом не выстроишь. Просто производственники тоже часто боятся вкладываться в отдел активных продаж, потому что у них все мысли только о том, чтобы купить новое дорогое оборудование. А потом они стоят, ой, как же так, мы производим такие крутые игрушки, а у нас их никто не покупает, наши замечательные железки, супер-супер замечательные во всем мире, самые лучшие, только никому нафиг не нужны. И у нас безумные долги, кредиты, а наше производство супер дорогое загружено только в одну смену, не полностью. А рекламщики называют гордость себя коммуникационными агентствами, реально там полторы калеки, круто предлагают в одиночке услуги, супер крутой агент, но только полторы калеки, и боятся привлечь там даже одного сотрудника себе в помощь, чтобы помогало привлекать клиентов. А там один-то сотрудник, может быть, и поможет, если переговоры будет вести сам директор. А если для того, чтобы они работали самостоятельно, нужно создавать сразу команду, два руководителя, 4-5-7 рядовых, у них просто гонора не хватает, решительности взять и создать команду, и найти, захватывать рынок. Удалось убедить их сегодня, на российской неделе маркетинга, что нужно строить холодный отдел продаж, да, активный отдел продаж коммуникационным агентствам? Я думаю, что кто догадался, что я такие вещи так легко и непряженно рассказываю, потому что очень серьезные результаты, в том числе финансовые, приносят мои А6 отделы продаж, может, элементарной зависти он сделает себе хотя бы один. А те, которые думают, а, блин, это другая жизнь не про нас, то про тех и будет другая жизнь не про них. Константин, как вам вообще российская неделя маркетинга? Первый раз мы ее проводим, как вам вообще атмосфера? Люди. Людей немало, а особенность, вот то, что я сейчас увидел, как ни странно, очень много пассивно слушают и кажется так, то ли они боятся составить свое мнение, то ли боятся вылезти с ним. То есть какие-то они пока, ну, в других же серьезных конференциях, которые в том числе вы организовывали, а вот спикеры, в том числе я, в них выступали, там аудитория была несколько более живой, активной. Может быть, здесь они как-то, то ли более пиететом придавлены, то ли более тихие и скромные пока. То ли тема для них сложновата. Но это вряд ли. Если для них будет сложновато эта тема, зачем же они в бизнес-то пошли? Как же они без активных продаж смогут себе сильных клиентов привлечь? Как без этого смогут вообще-то вам свой бизнес развивать и содержать? Спасибо, Константин, что были на российском неделе маркетингу. Хорошо.